Алина будет делать для нас 27,7, не соврал. Привет, Черноморский, с вами Юрий Озаровский. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Мы находимся с вами в одном из красивейших мест города-курорта Анапа. Здесь обрыв и смотровая площадка, которая открывает великолепный вид на саму Анапу. А с другой стороны у нас есть точка, которая называется Юрия-на-гора. Это именно вот этот вот мыс. Находится это все на высой горе. Координаты вы видите на экране. Ну, либо в поиске в Яндексе набирайте 800 ступеней. Сегодня мы с вами совершим этот спуск. Давно здесь не было. Думаю, пора размяться. Я к этому готов. Надеюсь, что вы со мной. Отсюда открывается вид на Анапу. Видно даже строительство новой набережной. И она должна пройти вот примерно до этого места. Хотелось бы, чтобы вообще аж до сюда дошло. Это было бы просто великолепно. Тотальная застройка Анапы отсюда выглядит вообще просто ужасающе. Тут появляются новые микрорайоны. Надеемся, что появятся еще дополнительные школы, поликлиники и все остальное. Хочется обратиться ко всем, кто приезжает и выбрасывает здесь мусор. Горы очень замусорны сверху. Убирать этот мусор довольно-таки опасно для жизни. Люди, оставайтесь людьми. Давайте вместе с вами беречь такую красоту природу. Здесь красивые горы, красивые виды на море. Отсюда видим одну из площадок на 800 ступеней. Посмотрите, какая чистейшая вода. И во весь ваш этот мусор может улететь в море. От души забирайте с собой, чтобы это не было. Но будем вам за это признательны и благодарны. Вон, ребята, с коляской, с ребенком тоже идут в горы. Температура воздуха 26 градусов. Но из-за ветра, который здесь есть, она кажется немножко ниже. С этой площадки, на которой припарковал свой автомобиль, вы, если что, можете легковую оставлять, там, не поднимаясь сюда, мы двигаемся с вами уже к 800 ступеням. Здесь такая обкатанная дорога. Единственное, после дождя здесь будет грязно, друзья. Так что выбирайте сухую, солнечную погоду. Это дало вас фотографии. Особенно на закате здесь получится невероятный. Я сегодня фотографирую на закате. У меня есть фотосессия, кстати, на которой вас всех приглашаю. Пишите в WhatsApp, Telegram. Номер видите на экране. Не получится на закате. Вообще хотел сюда именно в закатное время. Сегодня самый теплый день, который нам обещали синоптики. Поэтому, собственно, мы и совершаем эту прогулку. На это можно смотреть бесконечно. Вот сама лестница 800 ступеней, которая ведет туда вниз. Здесь начинается частный сектор. Тоже очень приближен к краю обрыва. И отсюда уже есть поручни, которые защищают нас с вами от падения. Думаю, упасть туда будет очень сложно. О, бабочки, капустницы полетели. Вау. Просто радуюсь каждому моменту, который мне говорит о том, что, друзья, пришла весна. Весна уже вовсю. А лето еще ближе. Особенно у нас в Анабе. И отсюда открывается вид на саму лестницу. Посмотрите. Ах, какова красота. Меня сюда очень часто манит. Прямо говорит, моя душа, приди, прогуляйся со мной, покажи все эти виды. Фантастика. Как вам? Напишите обязательно в комментарии. Еще одна локация, на которой вам советую сделать фотографии. Это вот эта лавочка. Мне она очень нравится. Нам дача поодли, есть еще одна. Вот именно здесь ты садишься и смотришь на море, горы, наши шарики. Тут, конечно, тоже все застраивается частным сектором. Прямо дух захватывает. Единственное, что будьте аккуратны. Никогда не рискуйте так, как я. Не подходите к краю. Просто я для вас стараюсь, чтобы вам со всех ракурсов показать эту невероятную природную и человечком сделанную красоту. Если свою прогулку не останавливать, а дальше по этим дорожкам идти в горы, вы можете попасть на автокейпинг рай. Видите, вот такой язык находится под скалой. А сверху смотровая площадка, которая зовется Ласточкино гнезда. От нее, наверное, самые красивые виды на нашу любимую Анапу. Но можно продолжить свой маршрут и уйти вообще в Суко. Это будет невероятная прогулка. Я вам ее советую исполнить. Сам ходил, правда, один раз, но запомнил навсегда. Там очень красиво, друзья. Первые шаги. И так, подсказываю попутно людям, как добраться на Ласточкино гнезда маршруты. Стараюсь всегда всем помогать, рассказывать, подсказывать. Ведь я очень рад, когда к нам приезжают туристы. Вначале здесь у нас бетонные лесенки. С левой стороны опорная стена из местного камня исполнена. Но это все, как говорится, недолго будет длиться, потому что дальше она пойдет металлическая. Вот этот вид, это самый тоже фотогеничный, потому что здесь такая стена фактурная. И можно встать аккуратненько, либо присесть на эти камушки и с видом на Юрину гору, море, сделать красивейшие кадры. Далее, поворот. Здесь есть у нас даже один можжевельник. И у нас здесь лавочка, на которой можно остановиться и передохнуть. Ну, я думаю, что это актуально для тех, кто поднимается именно вверх. У меня вверх, по-моему, там около 9 минут. С небольшим был рекорд. Не знаю, сегодня буду делать запись именно подъема наверх. Или в спокойном ритме подымусь. Решим это, когда спустимся. Но хочется запечатлеть каждый момент, каждый кадр, потому что он того достоин. Такая красота. Тем более, она, видите, использует для здоровья. Она великолепна. Хочется сказать, что есть нехорошие люди, которые обламывают фонари. Их здесь установили, работали они от солнечной энергии. И было очень круто. К сожалению, кто-то пришел, частично их переломал. Но некоторые еще работают и освещают ее даже в ночное время. Два пролета вниз, и отсюда уже начинаются металлические ступеньки. Они довольно-таки удобные, сделаны хорошо, крепко. И можно поблагодарить всех людей, кто работал на ее восстановлении этой лестницы. Спасибо вам большое. Мы выходим еще на одну площадку со скамейками. И с красивым видом. Можно, в принципе, когда спускаешься, останавливаться везде и смотреть по сторонам. Наслаждаясь обстановкой и получая удовольствие от каждого момента. Это не спеша и вверх, и вниз. И тогда это будет еще более полезно, чем встать какие-то рекорды. Так что берегите себя. Вроде бы спустился немножко, а горы уже сверху просто величественные и огромные. Здесь на лестнице есть две палубы. Мы спускаемся к первой. Она как кораблик сделана. И с нее уже можно смотреть на вторую. Делать отсюда тоже красивые фото. Там стоит модель. Ты приближаешься на фоне красивого моря. В общем, в белом платье смотрится очень красиво. Море сегодня прям какого-то такого цвета с зеленцой. Прям жалею, что не взял полотенце и шорт. Потому что вода возле берега вообще кристально чистая. Хочется в нее зайти и искупаться. Самое главное, когда спускаетесь вниз, не смотреть наверх. Потому что сверху кажется, что вы уже не вернетесь. Не бойтесь. Уверен, что дойдете туда и обратно. Даже мы самые возрастные подписчики делали это. Так что и у вас получится. И дальше уже лестница с змейкой ведет нас к следующей палубе. Там самые красивые фотографии получаются. Так что терпите до них и сделайте их там как можно больше. Заодно и отдохнете, чем я сейчас вижу, занимается парочка ребят. Фотографируются на той палубе. По пути еще одна скамеечка. То есть в принципе везде можно делать передвижку. Но лучшее место видите с той стороны. Посмотрите на этот обрыв. Как красиво здесь фактурно выглядят все камушки. Но в дожди я вам не советую посещать эту лестницу. Но сейчас мы с вами поднимаемся уже на палубу. И здесь действительно захватывает дух. От всей этой красоты. Смотришь вверх. Постепенно опускаешь глаза к морю. Тут действительно смотрите как почистился берег. Не вижу больших валунов. Там такая прям плита. Вау. Очень красиво. Ну как-то совсем немножко остается для того, чтобы дойти до самой воды. То есть по прямой, по прямой и вниз. Там люди гуляют. Это радует. Значит это место также популярно. С этой площадочки продолжается маршрут. Как я и сказал. Здесь один поворот остается. И дальше только по прямой. Спускаться и спускаться. Главное с улыбкой и хорошим настроением. И тогда все получится. Значит смотришь на людей. Бедные, несчастные такие. У них еще столько впереди. И вот он. Крутой, классный маршрут. Надеюсь вы со мной идете, ребята. Здесь стало еще жарче. Потому что солнце отражается от скалы. Поэтому было принято решение снять курточку. 23,3. Как вам? Чем ближе к морю, тем теплее становится. Поручни, честно, аж горячие. Когда за них берешься рукой. Смотрите. Поднимаем взгляд. В обратную сторону. Господи. Сколько ползти вверх. Да-да. 800 ступеней. Ну там плюс-минус. Друзья мои. Смотрим. Здесь лавочка перед самым концом спуска. Ну точнее она для тех, кто только начинает подъем. Пока она нам не актуальна. Мы проскакиваем ее и уже вот практически можно дотянуться до моря. Я думаю, что последние ступеньки стоит пройти вместе. Потому что мы здесь заходим за скалы. Посмотрите, какие красивейшие пляжи. Очень сильно изменился. Тут, во-первых, разорвало штормом века спуск, который был. Теперь положили камушков немножко. Досточки, по которым можно пройти. И в ту сторону тоже очень изменился. Все большие валуны повыбрасывал на берег. Раньше здесь был довольно-таки сложноватый заход в море. Сейчас я думаю, что с этим проблем вообще не будет. По крайней мере сверху было вид, что тут такая миленькая гайка. А дальше просто гладкая поверхность. Ну, собственно, так это и есть. Ребята, наступили на горячие камушки. Такие восторженные отзывы. Ну что, как вам? Как вам эта красота? Мне кажется, это место одно из самых фантастических в нашем любимом городе. В курорте Анахо. Можно гулять в ту сторону. Здесь вот реально сейчас по-другому совсем все выглядит. Такая полосочка берега прям чистая. Раньше всегда говорили, что здесь сложно пройти. Но я сейчас ходить не хочу. Ну и лестница, которая выглядит отсюда еще более монументально. Такой, невероятно, большой подъем. Как жалко, что я не взял шовкин. Хотя здесь людей практически нет. Можно отойти от лестницы куда-нибудь подальше и понудить. Вот это такой прям большой вопрос. Хочу этим заниматься или нет? Потому что вам это не покажешь. Вдруг меня кто-то заснимет. Потом, так сказать, хайпану. Ну, собственно, друзья мои, вот так выглядит пляжик. Я предлагаю немножечко давайте пройдем. Тут им можно понизу до 400 ступеней деревянных дойти. Но не знаю, я последние сообщения, которые я видел, что там спуска нету. Они были тоже разрушены. Но берег очень сильно извинился. Летом здесь бывает прокат сапсерфинга. В общем, спустили, взяли, пошли, покатались. В любом случае, давайте замерим температуру воды. Температура воздуха, кстати, здесь еще больше. 24,4. Можно было гулять в шоках вообще спокойно. 24,8 поднялась. Вот это да. Сейчас только что 27,4 показывал. Потом чуть остыл. То есть подходит небольшой воздух, прохладность моря. И потом опять начинает разгоняться. Потому что здесь мы находимся как в плитке. Скалы нагреваются, отдают тепло. Если прохладный воздух моря подходит, то он падает. Потом 27,7. Не соврал. И опять вот подошел. Небольшой полет ВТФК. И температура немножко падает. Температура долго висела на 14, потом до 13,8 ушла. Сейчас 20 возвращается. 13,9. То есть температура моря тут тоже немножко изменяемая. Фантастика. Насколько здесь теплее море. Поверьте мне, допустим, купание у вас, допустим, сегодня было 10 градусов. А здесь плюс 14, то почти в половину больше. Можно плавать прям. Долго и приятно. Еще девушки спускаются. Что-то тут девчонь прям больше, чем мужчин. Мужики походу работают, деньги зарабатывают. Здесь на щели есть сверху качелька. И идет такой поток воды. Он сверху стекает. Класс. Летом воды, кстати, не было. Вот и первый загорающий. Мужчина собрался уже получать солнечные ванны. А что, здесь, я думаю, можно даже сгореть. Не только загореть. Когда прогуливаетесь вдоль скал, будьте аккуратны. Потому что тут, возможно, обвалы. Не до бог попадете под камни. Это будет печально. Берега не укреплены. И все только, как говорится, на воле Божьей. Смотря сколько здесь плит висит, это вполне возможно. Здесь тоже местами проступает песок. Так вот меняются пляжи. Представьте, вот там вдоль скал будут именно песчаные берега. Пропустил этот момент. Он, мужчина, в удовольствие поплыл. Не просто там окунулся, вышел, как я это делаю, а даже поплыл. То есть, черт бы, вода здесь очень теплая. Жалко, я подводную камеру не взял. Я уже почти решился зайти в море, но камеры нет. То есть, придется как-то это установить на берегу, чтобы вы посмотрели на купание мое. Здесь еще один такой провал красивый. Слушайте, вот думал прогуляться туда дальше. Но чем дальше идут, тем больше виду там людисты. Отдыхают, там мешать не особо хочется. Купаются там прям классные. Ну, могу вам посоветовать. Не мешайте тоже людям. Вот еще одна расщелина. И здесь можно увидеть, как камни. Видите, подмываются водой, потом падают вниз. Просто очень красиво. Такая каждая скала здесь такая живописная, классная. Притягивает взгляд. Ну, там пляжный сезон вообще просто. Все 100% открыт. Люди входят, купаются. Ладно, короче, я тоже, наверное, пойду купаться. Ну, что, друзья мои, попробуем ворваться. Ой, я вспыхаю. Я вот сегодня буду в первый раз с удовольствием это делать вообще. Ай! Какой же здесь стал кайфовый заход в море? Ну, собственно, и выход. Ну, что, мои дорогие? Я не знаю, как вам сказать, как передать весь тот кайф и удовольствие, который сейчас у меня здесь есть. Даже на камушках горячих, возле теплого, по сравнению с утренним морем. Ну, это невероятно. Это классно, это прекрасно. Езжать, ну, нахрен. Завтра будет, правда, у нас по прогнозу на 5 градусов прохладим. Вот тут с мангальчиком пришли шашлычки. Мутят. Уф, красота прям. Туда тоже шашлычники. Да, еще пришли. Народу набежало, конечно, вверх очень много. Тут уже не дикий пряч. Здесь ребята на фотосессии приходят. Каблуках, нарядах. Тут смотрятся. Тут главное сделать красивый кадр и не упасть. Но тут тоже дети покупаются, взрослые. Дикий пляж стал слишком наполнен людьми. Дорогие мои, смотрите, как выглядит пляж. И попробуем на скорость подъем. 15.36, 15.37 сейчас уже должны переключиться. И полетели наверх. Дикий пляж стал слишком наполнен людьми. Ну что, дорогие мои. Для меня это новый рекорд. 8 минут 8 секунд. Купание. Если сегодня с утра не было, может быть, даже побыстрее получилось. Но ощущения, они того стоили. От души. Друзья, кому интересно, как я каждое утро купаюсь в море. Интересна вообще погода на море рано утром. Подписывайтесь на телеграм, потому что там выходят такие видосики каждый день. Буду вас рад видеть. Юрий Азаровский в поиске, либо МореОС. Ссылочки также есть в описании. Друзья, вторая часть дня у нас проходит непосредственно на нашей набережной, к которой мы с вами приехали. Я здесь сейчас буду делать фотосессию. Немножко вам покажу, как я работаю. Это место находится по адресу. Просфект Эволюции 1. Это у нас ресторан Ковчег, как раз таки. Ну и посмотрите, какая здесь атмосфера. Тоже нет ветра. Очень уютно. И здесь находится пляж Высокий берег, на который мы с вами сейчас как раз таки бросим взгляд. И на который, я думаю, что придем фотографироваться. Потому что сегодня я хочу сделать и закатных несколько фото. Ну и по набережной прогуляться. В общем, смотрите подробнее. Купаются здесь люди. Водичка сегодня действительно была классная, теплая. Температура воздуха здесь показывает плюс 20. А вода плюс 11. На 16,57. Здесь же по набережной много отдыхающих. На скемеечках. Ну и просто совершающих променад. Сейчас у нас начинают цвести все фруктовые деревья. Здесь жертелька начала свое цветение. Прям с видом на море. Красота. А вот этот куст, он вообще самый пахучий. Вот как он называется, напишите. Посмотрите, как тоже великолепно смотрится. Целыми семьями на прогулках. С детьми, с колясками. И отсюда мы можем увидеть сам пляж. Немноголюдный. Сегодня без ветра. Видите на море какая гладь. Такая жаришка. Ну представьте, вечер. Яхта, парус там идет. И я в майке стою. Комфортно очень. Здесь буквально поворачиваешь за угол. И опять люди, люди, люди. Сейчас волнует территория, которая с правой стороны находится. Идет сюда городили. Начали там ломать, сносить. Все крушить. Но мы вроде как подняли войн на эту тему. И до рождения все эти поснимали. Будем надеяться, что вон тот забор уберут. И вообще вернут территорию. В обратном муниципалитете было бы очень классно. Потому что и так у нас парков нет. И всю прибрежную зону застраивать. Но это бред на самом деле. Пишите в комментариях, поддерживаете вы или нет. Но в любом случае появилась новая палуба здесь. У нас застелили уже доски. Скрывают лаком или морюкой. С чем-то тут. А вон стоит такой у себя. И ребята тут будут бизнес делать. Посмотрим, что здесь появится. С левой стороны здесь клуб Питанка. Который приглашает на обучение. Что-то мне, ребята, так не написали информацию. Ну, в общем, приходите, интересуйтесь. Все равно здесь гуляйте. Если вас этот вид игры заинтересовал, то будет круто. А также сортир пять дырок. Ну, вот это прям вообще уже горнего. Уже там самокат, велосипед. Мы молчим. Уже мотоциклы ездят, мопеды. А набережная, конечно, печаль. Завернул немножко за угол. И отсюда с моря идет ветерок. Такой он краски северный. Это все здание. Закрывало его. Там было солнышко. Здесь тень. Прям прохладно стало. Сейчас будем надевать ветровочку. Даже уже не курточку. Ветровочку. Как это звучит. Так, друзья. Как я и сказал, фотосессия. Сегодня моделька у нас Алина. Алина будет делать для нас красивые позиции. И я вам буду вставлять фотографии. Сейчас мы одну делали. Вот у нас сидела бачком. На фоне вот этого домика. И вы можете увидеть, что получилось. У нас еще одна позиция. Самое главное, это подготовка к съемочке. Видите, протираем места. Да, вот это местечко протираем, чтобы было чисто. Потому что после одной съемки потом можно не сесть. Иногда бывают люди в азарте. Я просто не раз наблюдал. Садятся и все. На этом фотосессия для попы закончена 100%. Все нормально. Волосы поправляем. Много раз говорил о том, что это любимое мое место на нашей набережной. И сейчас попробуем здесь тоже сделать красивые фотографии. Сейчас у нас небольшие переодевания. И потом уже начнем съемочку. Решил поменять рубашечку. Смотрите, как красиво. Закат, солнце, люди, Анапа. Друзья, что-то происходит такое невероятное. Как девчонки завлекают пацанов. Или, точнее, убегают от пацанов. Ты только не упади, пожалуйста. Все, молодец. Можно ей гордиться. Да, разбежавшись, прыгнуть со скалы. Давай, пока. Раз, два, три. Просто у нас тоже получатся очень красивые виды. Видите, морешко и солнышко уже нежное. Такое перед закатом. Должно быть круто. И в обратную сторону я показал, как надо. У нее уже лучше получается. Это прикольно. Чем ближе закат, тем больше людей на видовых местах на набережной. Мы сейчас пойдем, я думаю, туда вниз. Можно на бум выйти, либо на пляж. Высокий берег. Можно сделать красивые фотографии. Будет огонь. Ребята, смотрите, уже парень перелез, сидит, кайфует. Мы выбираем еще одну локацию. Здесь у нас парапец строится. Ну, вообще, здесь закатный. Можно было бы делать фотографии. Было бы красиво. Но мы будем их с пляжа делать. Смотрите, как красиво смотрится. Именно с таким морем, с чистым на фоне тоже золотой бухты. Но сегодня она будет немного, как говорится, нашу фотосессию украшать. Хотя мне эти дома эстетически очень не нравятся. Но на фото смотрятся они, в принципе, прикольно. Но может быть круче, чем искупаться на закате. Просто фантастика. Напа. Красота. Красота, ребята, лебеди. Еще будем делать фоточки на закате. Ну, с лебедями я еще не фоткал на закате, но трудно. Пипец просто. Туда-сюда беготня. Тут привлекли людей вместе с лебедями. Посмотрите, ребята, какой закат мы поняли. Ну, стой, не двигайся. А то мы сейчас собьем все. Просто девушка, закат, лебеди. Фантастика. Надеюсь, хоть что-то у нас получится сделать. Просто у меня три камеры. Это прям жестко. Друзья, вот так вот завершается наша сегодня фотосессия закатная. Ну что, рассказывай, как тебе работа? Ну, первая мне очень понравилась. А фотографии она видела, кстати. Фотографии классные. Надеюсь, когда там еще больше понравится. Нам сегодня повезло с закатом, и лебеди попали. То есть мы в парке пофоткали все то, что она хотела возле домиков. То есть это, в принципе, выполняли все ее пожелания. Ну, я тоже доволен тем, что получилось. Спасибо тебе за хорошее настроение и позитив. Самое главное на фотосессии. Тебе даже огромное спасибо. Все, мужчинам, пока-пока. Фотографии было сделано вообще больше ста, но я замучился их сюда вставлять вам все. В общем, несколько выбрал. Надеюсь, что оцените. И приглашаю на фотосессии, ребятки. Номер телефона есть в описании. Ну, и так, напишите 8 9 8 8 3 3 3 7 8 8 7. Буду рад. А сейчас для вас море. Субтитры сделал DimaTorzok. Добро пожаловать.